2010 год объявлен годом учителя в России. В эфире Тихоокеанского телевидения уже не раз звучали рассказы о педагогах нашего города. Сегодня мы в гостях у педагога средней школы номер 256, учителя первой категории Александра Ивановича Ковалева. Наш герой начал военную службу в 1974 году, а закончил звание подполковника в последние два года ушедшего столетия. С 1998 года занимается педагогической деятельностью Александр Иванович Ковалев. Его судьба схожа со многими. Сначала годы военной службы, которая прошла на нашей территории, затем при выходе на гражданку поиск дела, которое по душе, которому можно посвятить свое время. Руки могут делать. На мои руки никто не жаловался, поэтому я решил, что буду учить ребятишек полезному, доброму, чтобы умели строгать, пилить, забивать гвозди. В первые годы учительства нагрузка у Александра Ивановича была просто огромная. 36 часов в неделю. Коллеги поймут, как это много. А для тех, кто далек от педагогики, поясню. Это по 7-8 уроков столярного или слесарного дела ежедневно при пятидневной рабочей неделе. Но в свете прошедших событий, когда демография пошла на спад, снизилась и нагрузка. И теперь Александр Иванович занимается только обучением ребят о работе с деревом. Порядка больше, когда отдаешь себе одной мастерской, то есть только за порядком следишь, и лучше отслеживать, как ученики успевают по тому иному предмету. Интересно, как оценивает себя человек, который кардинально меняет свою профессию от службы в вооруженных силах к обучению детей. Ведь изначально это совершенно противоположная деятельность. Трудно себя оценивать. Я так себя всегда критикую. Недоволен собой. Правда, недоволь-недоволен, а вот как изменить не всегда получается. Может, что-то и не получается у Александра Ивановича. Но найти общий язык с ребятами и научить их азам работы на деревообрабатывающем станке получается вполне. Теперь подарки мамам на 8 марта для учеников педагога технологии Ковалева не проблема. Благодаря тому, что научил меня Александр Иванович, у меня дома лежит деревянный подсвечник. Ну, плохой деревяшкой, красивую фигуру. Ну, какие ты уже делал? Ну, несколько подсвечников один маме подарил. Это в 8-м лет, в 7-м классе. С гордостью демонстрирует наш герой работы своих воспитанников. Показывает самую первую и к чему придет каждый из его учеников. Еще Василий Сукамлинский говорил, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, то они красиво зазвучат. Мне кажется, что Александр Иванович нашел эти струны у большинства своих подопечных. А чей внутренний мир ему пока еще не известен, время есть подобрать ключик.